Всем тихой ночи! На наших предыдущих выборах в комментариях победил кандидат от народа под названием SPC, Shark Punching Center, ну или центр пинания акул, потому что за него было оставлено больше всего комментариев. Что такое акула? Что такое заговор? Что такое удар в лицо? На эти вопросы официальная наука не дает однозначного ответа. Ученые спорят и никак не придут к единому мнению. Но что будет, если неправильно написать SCP? Это мы можем проверить. Можно подумать, что ничего особенного не произойдет, но на самом деле это ключ, который открывает великую тайну акулевого заговора и удара в лицо. Многие говорят, что сайт SCP это прикрытие для чего-то большего. На самом деле это всего лишь ширма для SPC. Когда вы попадаете на этот особо секретный сайт, вам открывается знание, что акулу нужно бить прямо в лицо кулаком. Отныне, пока обычные люди будут жить при свете дня, нормальной жизнью, ходить на учебу, затем на работу, заводить семьи и заниматься прочими делами, вы будете делать то, что кто-то должен. Бить акулу прямо в лицо. Ученые так и не решили. Почему это так необходимо? Многие из них утверждают, что причина в том, что у акул нет рук. И потому они сами не могут себя побить. Что же? Звучит вполне научно. Но что-то в этом объяснении меня не устроило. И я решил узнать, что скрывают обитатели глубин. Я выяснил, что пока люди заняты своими делами, акулы стремительно проникают в нашу жизнь. Они плавают в лавовых озерах, бассейнах аквапарков и даже живут среди нас. Все же знают организацию Маршал Картер и Дарк. Так вот, Дарк на самом деле акула. Как же мы догадались, спросите вы? Да очень просто. У Дарка есть зубы. А у кого еще есть зубы? Правильно, у акулы. А что насчет так называемого фонда SCP? У них есть SCP-049, чумной доктор. Казалось бы, странно, какой-то мужик в маске, который убивает прикосновением. Да еще и его жертвы восстают, как живые мертвецы. Ну разве так бывает? Конечно же нет. Это все сказки для маленьких наивных детей. Но если мы представим акулу, все станет на свои места. Все станет по-взрослому. Любому здравомыслящему человеку понятно, что SCP-49 это лишь ширма для SPS-49. И SPS-49 это акула, которая умеет жалить сильным ядом, превращая человека в зомби. Вот где реальные опасности. Все, что мы можем сделать при встрече с ней, это бить ей в лицо. Или вот взять SCP-173. Обманутые люди до сих пор не могут определиться с тем, как он должен выглядеть. А все потому, что акулы не хотят, чтобы мы знали правду. Они скрывают. Скрывают, что SPS-173 это статуя акулы, которая не только ломает шею, но и съедает человека. При этом они наивно полагают, что на SPS-173 нужно смотреть, чтобы он тебя не съел. Но правда гораздо глубже. SPS-173 нужно бить в лицо. Иногда фонд SCP пользуется и более запутанной ложью. В файле объекта SCP-1373 написано, что это акулы, изготовленные доктором Развлечудовым, которые стреляют лазерами. Они настолько обнаглели, что даже не пытаются скрываться. Более того, в SCP-1373 не написано, что акулу нужно пинать. Вы только вдумайтесь, какие ценности они прививают детям. Что они пропагандируют среди молодежи. Конечно же, в настоящем файле SPS-1373 все еще осталось упоминание о том, что бить в лицо акулу наш долг. Но что делать с такими вот самозванцами? Мы должны выбрасывать таких за борт. То же самое произошло и с SCP-1057. В этом объекте написано, что это невидимая акула, которую создали безумные художники с ТВП. Я лично проверил, прочел несколько раз. И там тоже не написано, что акулу надо бить в лицо. Как бы чудовищно это ни звучало. Позже я узнал такое, от чего ахнули все эксперты. Мое расследование завело меня дальше. Я узнал, что SCP это всего лишь прикрытие. Но после определенных манипуляций сайт приобретает свой истинный вид. И мы видим, что никакого SCP нет. Есть только центр пинания акул. Нужно лишь найти тег-центры. И вот мы погружаемся на дно океана, где плавают эти зубастые твари и плетут свои заговоры. Но смелые сотрудники SPC разрушат эти заговоры, ударив акулу в лицо. На поддельном сайте, в том что SCP, на странице объекта SCP-001 написано, что нет истинного первого объекта. Конечно же его там нет. Ведь истинный объект это SPC-001. И это волшебная штука, создающая эктокинетическую проекцию в виде кулака, которая способна ударить любую акулу и порвать ее на куски. Так вот оказывается в чем дело. Все же истинный фонд на нашей стороне. SCP-001 конечно же не один. История метафизического кулака продолжается обнаружением особых бомбочек для ванн, который содержит гомеопатический концентрат удара в лицо, который может раз и навсегда положить конец заговору акул. В конце этого текста есть мудрые строчки. Почему мы бьем акул кулаком, когда мы помогли пинать их? И действительно, ведь панч переводится как удар кулаком. А еще в начале видео я назвал SPC центром пинания акул. Возможно я просто опередил свое время. На сайте SCP оказывается немало статей, полных этих зубастых чудовища ударов по лицу. Около 50 рассказов и 20 объектов. Тут нам раскрывается еще больше ужасной правды. Например, в SCP-993 написано, что это объект, представляющий собой плохо нарисованного клоуна. Но что это за чушь? Как можно в такое поверить? Все меняется, когда вы набираете SPC-993. Вы видите правду, которую они пытались скрывать? Да, SPC-993 это акула. Чудовищная нарисованная акула, которая как акула бороздит телеэфира и нападает на неокрепшие умы детей. Или вот SCP-140. Что это за сказочка про то, что есть какая-то книга, которая пишет сама себя и создает таким образом цивилизацию каких-то там девитов? Конечно же, только очень наивный человек поверит в такое. Ведь на самом деле речь идет об акулах, при этом об акулах, имеющих руки. А значит, эти акулы могут сами ударить человека в лицо. Кто знает, каким последствиям это может привести, если акула ударит человека в лицо? Скептики говорят, что это всего лишь затянувшаяся шутка. Но они не знают, что зреет в головах акул. И что будет, если не бить их в лицо? Забавно, что кроме этих переделок SCP-объектов под акул, у центра есть и свои объекты в основном пространстве SCP. В 2010 году на радио выходил очередной выпуск шоу для фанатов теории заговоров под названием «Понедельничное шоу Алекса Джонса». Во время эфира было упомянуто об архетипе человека, избивающего акул, а также о мистическом аспекте этого занятия. Ведущий шоу рассказал о том, что существует группа людей, которые этим занимаются, и также поведал о сущности, мифическом полубоге, который преобразует людей в ужасных морских чудовищ. Фонд начал собирать все сообщения об этом явлении в документе под номером SCP-4416. И этот документ постоянно пополняется новыми данными. Со временем фонд вышел на сами эти группы, в которых состояли люди, занимающиеся избиением акул. Никто из них так и не смог объяснить, зачем они это делают. И тогда фонд так и не нашел источника этого явления. А еще в конце этого документа есть странная отсылка на ДАДА, где он называет себя Шарко, что созвучно с английским словом, обозначающим акулу. В 2011 году агенты фонда получили сообщение о том, что где-то в Германии ходит человек, который угрожает пешеходам-гарпуном. Сообщение привлекло агентов тем, что этот человек при попытке задержания просто исчез. После случилось еще несколько подобных появлений. В итоге агенты SCP вышли на заброшенное океанариум в России. Само здание было поставлено на содержание как SCP-1329. Внутри него происходили различные события аномальной природы, такие как появление различных морских животных. Например, в кабинете директора можно было встретить агрессивную акулу, вида бородатый вобби-гонг, которая неизвестным образом не страдает от отсутствия воды и пытается укусить любого вошедшего. Также в одной из комнат было обнаружено повторяющееся событие. Человек избивает кулаками акулу вида акула-бык по голове, однако неизменно погибает от полученных укусов. Было замечено, что все появляющиеся в объекте люди разговаривают на неизвестном языке, который при исследовании оказался смесью английского, русского и китайского. Изучение языка, на котором разговаривали эти люди, позволило связать этот объект с другим, с SCP-1569. Сам объект представляет собой огромное морское животное, похожее на креветку богомола, у которой на панцире вырезан знак кулака на фоне солнечных лучей. Внутри существа был обнаружен гуманоид в костюме, бывший сильно измененным человеком. На спине его костюма также был нарисован символ кулака. Когда гуманоиды извлекли, он кричал на языке, идентичном тому, что был замечен в SCP-1329. При дальнейшем изучении существа было выдвинуто предположение, что оно создано искусственно для того, чтобы наносить удары своими крупными лапами, а гуманоид внутри был его оператором. К сожалению, допросить его не удалось, потому что когда тот понял, что попал на содержание, принял неустановленный яд, от чего скончался. Вскоре после этой находки в сети рыбаков попало еще одно морское животное неизвестного вида. Оно сразу было изъято и доставлено в одно из учреждений фонда, как SCP-1767. Существо представляло собой сложную биомеханическую машину, включавшую в себя органы и конечности различных животных и множество устройств, одно из которых было опознано как произведенное коллективом Анир, который известен тем, что создает вещи, связанные со снами. Машина управлялась весьма развитым мозгом, который вскоре после обнаружения существа умер. Однако внутри мертвой души был найден бортовой журнал, написанный на уже упомянутом языке. Из журнала стало известно, что объект был создан некой организацией под названием Центр пинания акул. Отдел фонда по исследованию мультивселенных сразу получил задание на поиск такой организации в других мирах. Также из документации на борту было выяснено, что объект способен перемещаться между планами бытия, в том числе проникать в планы существования, доступные через сновидения. По всей видимости это удавалось при помощи устройств, которые Центр пинания акул покупает у коллектива Анир. Согласно этим документам, главной задачей объекта было бить акулу в лицо, причем непростых морских рыб, а таких, которые снятся людям. Кстати, в SCP как минимум одна такая есть, это SCP-1449. Запрос в отдел по работе с мультивселенной мультивэ дал свои плоды, ведь в мире, из которого в базу данных фонда был добавлен SCP-4379, оказалось, что местный фонд SCP наладил контакты с такой организацией и даже время от времени устраивает допросы ее оперативникам. Оперативники эти сообщают странные противоречивые данные. Они говорят, что у них есть база на луне для пинания особо опасных акул. Также они утверждают, что именно акулы несут самую большую угрозу человечеству, и предотвратить конец света можно только нанося удары кулаком по этим рыбам прямо по морде. С другой стороны, они проявляют поразительные знания в области аномального. Например, они смогли найти способ общаться с крикунами в структуре, и даже убедили часть из них в том, что смысл жизни заключается в пинании акул. Центр пинания акул появился как маленький прикол, связанный с тем, что люди иногда пишут SPC вместо SCP. Затем перерос в пародию на всякие бредовые конспирологические теории, и вырос до организации обезумевших людей, которые ради своей странной цели — избиение акул — готовы трансформироваться в морских монстров и переходить на другие планы бытия, полностью теряя свою человеческую природу. В руфилиале его несколько раз пытались локализовать как сообщество колочения пластинчато-жаберных или сомоколотильное предприятие, ну от слова СОМ, чтобы было СКП. Но всё это как-то не прижилось, потому что руфилиалу нужна своя подобная организация. Например, сообщество царапанья птиц. И как обычно, оставляйте комментарии за какое-то изъявление SCP, которое мы ещё не разбирали. Какое наберёт больше комментариев, такое и будем разбирать в следующем подобном видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok